Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников, их автобиографии. Эмиль Жюль Далу, французский скульптор XIX века, известный своей проницательностью, исполнением и непритязательным реализмом. Родился 31 декабря 1838 года в Париже, в рабочей семье гугенотского происхождения. Воспитывался в атмосфере светскости и республиканского социализма. Был учеником Жан-Батиста Карпо, которая спонсировала его обучение в малой школе, будущей высшей национальной школе декоративного искусства, где он симпатизировал Альфонсу Легрой, Фонтену Латур. Я пользуюсь в Википедии переводной. В 1854 году посещал школу изящных искусств Парижа в классе Франсуа Жозеф Дюре. Он сочетал живость и богатство Карпо, поскольку технически был одним из самых выдающихся моделистов своего времени. С академической требовательностью, гармоничным очертанием и научным знакомством с работами Джамболони, Пьера Пюже, Питера Павля Рубенса и других. Далу впервые выставился в Парижском салоне в 1861 году. Его политическая деятельность препятствовала его карьере во времена Второй империи. Ему неоднократно отказывали в римской премии, которая открывала карьеры скульпторов для будущих официальных заказов. Начал работать у декораторов и благодаря этой работе познакомился с Агюстом Роденом, создавая декоративные скульптуры для сооружений, выстроившиеся вдоль новых бульваров Парижа, и поставляя восковые модели для ювелирных изделий. Женился на Ирме Вуе, у них была одна дочь. Заводочно осужден французским правительством за участие в коммуне и приговорен к пожизненному заключению. Нашел убежище в Англии в июле 1871 года. Во время восьмилетнего английского изгнания Далу сотрудничает с школой искусств Сити и гильдий Лондона. Выполняет замечательную серию терракотовых статуэток игру, редко подписанные им. Ему было поручено изготовить большой общественный фонтан под названием «Благотворительность», установленный позади королевской биржи, а для королевы Виктории памятник двум юным внукам в ее личной часовне в Индоре. Вернулся во Францию в 1879 году, создал ряд шедевров. Для города Парижа создал монумент «Триумф республики», воздвигнутый после 20 лет работы на площади нации, изображающий символическую фигуру республики, поседающую на своей колеснице, запряженную львами, которых ведут свободу, сопровождают труд и справедливость, а за ними следует изобилие. Далу, получивший гран-при на Всемирной выставке 1889 года, был произведен в коммодоры Ордена Почетного Легиона. Был одним из основателей Национального общества изящных искусств и первым президентом секции культуры. Умер в Париже 15 апреля 1902 года в возрасте 63 лет. Был похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Его аукционный рекорд, установленный на Содми 21 мая 2014 года, составляет 360 тысяч фунтов стерлинга. Вот так вкратце из приводной Википедии о французском скульпторе 19 века, известного своей проницательностью, исполнением и непритязательным реализмом, Эме Жюль Далу. Данные из приводной Википедии. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!